Здравствуйте, уважаемые ребята! Я сотрудник Управления ФСКН России по Московской области, оперуполномоченный отделом международного взаимодействия в сфере профилактики. Все мы знаем, что сейчас у нас очень тяжелое время. Наркомания распространяется с каждым годом все сильнее и сильнее. И поэтому мы хотели провести с вами вот такую вот встречу, чтобы поговорить вам и устроить такую беседу не в форме какого-то моего монолога, а в форме нашего с вами диалога. Мы могли бы это с вами сделать? То есть вы согласны со мной поговорить, обсудить какие-то там моменты? Может, у вас заранее есть какие-нибудь такие насущные вопросы, которые вы бы хотели сразу задать? Нет? Вы, главное, не бойтесь. Давайте с вами поговорим. Ну, начну, значит, немножечко я. Наша служба занимается тем, что мы изымаем наркотики, которые незаконно проводят на территории Российской Федерации и которые распространяют прежде всего среди подростков. И, как правило, медицинская доказана уже, медицины, о том, что употребление наркотиков идет примерно с 12 лет. То есть вам сейчас сколько лет? 16. Вот отлично. То есть у вас сейчас самый, наоборот, такой вот опасный возраст, когда вы могли бы начать употребление наркотиков. Поэтому, как бы, беседа, собственно, обращена к вам. Самые такие большие изъятия у нас произошли, допустим, вот в этом году, в марте месяце. Мы задержали крупную партию наркотиков. Это около 206 килограмм. Начальную партию мы задержали в Ленинском районе. Это 7 килограмм гашиша у торгового центра крупного. И таким образом, по горящим следам, была раскрыта вся цепочка вот этих вот наркотельцов, которые распространяли ее. И в общем объеме было изъято 206 килограмм. Сами понимаете, что это очень большой такой вес. Также в конце прошлого года еще было большое изъятие. Это 174 килограмма. Это уже был героин. Там провез его на территорию Российской Федерации гражданин Таджикистана, который незаконно пересек границу, организовал прием наркотика и даже сделал целый склад. Снял склад, нанял кладовщика и даже водителя, чтобы он мог распространять это все. Естественно, он был взят с поличным при попытке сбыть вот этот вот наркотик. Может быть, есть какие-то вопросы сразу? То, что торговцы закладывали порции спайсов, ну, в каких-то местах прятали, а заказчик приходил и забирал это. А были случаи, когда случайные люди просто находили? Нет. Нет? Это исключено. Ну, сам понимаешь, как правило, вот эти вот места, куда они прячут вот эти вот свои наркотики, такие так называемые закладки, это места не общего такого доступа, то есть туда так просто человек сам не заглянет. Это где-нибудь там такие вот укромные места, это где-нибудь либо под деревом, под камнем, либо там куда-нибудь нужно еще руку просунуть, залезть, нагнуться. Так просто нельзя найти. Ну, это очень трудно нагнуться, видимо. Ну, на то они такие специальные места и нужны, чтобы никто другой не взял, чтобы вот исключить вот этот вот момент. Столярова Александра, Витновская гимназия. У меня появился такой вопрос. А как определить наркомана? Как определить? Ну, как правило, этих людей видно сразу, потому что они очень отличаются. Все зависит от того, какой это наркотик и какое его действие. То есть, как правило, любой наркоман, совершенно любой, он неопрятно выглядит. У него, как правило, лицо уже такого не совсем свежего цвета, оно, как правило, уже такой желтоватого оттенка, мутный совершенно взгляд. Ну, и в зависимости от того, какой наркотик он принимает, это либо заторможенное состояние, тут сразу понимаешь, когда вот человек, вот как будто бы он очень-очень хочет спать. И он вроде как говорит, но вот так как бы вяло, спокойно, тихо, как, собственно, не ведут себя люди в обычной жизни, ну, либо это очень возбужденное состояние, когда вот он не может практически находиться на одном месте, нужно что-то делать, он постоянно как-то дергается там руками, ногами. Вот. Ну, и, как правило, у людей, которые принимают наркотики, у них выпадают волосы, то есть это уже должен быть какой-нибудь лысеющий человек, ломаются ногти, это возможные повреждения на коже, язвы, следы от уколов, синяки под глазами, ну, и, ну, это такие вот внешние признаки, но, как правило, это очень видно и заметно сразу, потому что все мы, вот обычные люди, мы выглядим очень хорошо, а они выглядят не так и сразу отличаются от нас. Здравствуйте, меня зовут Митцик Екатерина, я ученица, видно, со школы номер 7. Школа номер 7, надеюсь, было слышно. Хотела бы спросить, как вы думаете, какие причины тому, что дети начинают употреблять наркотики? Почему именно это дети, а не взрослые? Ну, вот, собственно, за этим я здесь сегодня. Это дети, потому что, как правило, у подростков еще не сформировалось свое отношение к жизни. Они еще находятся на процессе становления и личности, и воспитания, и обучения. То есть, следовательно, они не имеют четкой позиции, что это наркотики нельзя принимать не только потому, что сказала мама, а потому что вот нужно выработать ряд определенных ответов. Это плохо, потому что это определенный вред здоровью сразу же. Он, естественно, не выявится как-то сразу, это будет вам известно только потом, когда вы вырастите, потому что это очень большой вред и очень большие проблемы. Вот как вы видели на видео, как правило, страдают внутренние органы, они страдают сразу же. Что касается спайса, при курении спайса возникает спазм сосудов головного мозга. То есть, мозг не получает кислород, клетки головного мозга начинают отмирать от первого употребления спайса. Следовательно, чем больше человек употребляет, тем впоследствии больше он наносит вред своему мозгу. Следовательно, потом уже ни о каком процессе обучения, ну и тому подобное, уже с ним не о чем поговорить, этот человек ничего не хочет. И впоследствии он уже переходит практически в лежачего больного, потому что спайс – это очень страшно. Лечение от спайса как такового еще не найдено, поэтому это очень большая беда сегодня для наших подростков, потому что очень многие люди, ну как правило, это торговцы, которые хотят поиметь какую-то свою выгоду, они говорят, что это будет хорошо, будет кайф, на самом деле не будет. Вы все видели из видео о том, что никакого кайфа, ничего хорошего человек не поимел. Наоборот, они приходят в лечебные учреждения, в медицинские учреждения за помощью, потому что сам человек уже не может справиться, вроде как сказали, будет кайф, никакого кайфа нет, и вот они уже практически доползают до медучреждения, чтобы какую-то иметь помощь. Здравствуйте, меня зовут Марикова Софья, я ученица Молковской школы, меня интересует, есть же все-таки определенная программа действий, которая способствует защите молодого поколения от наркозависимости? Программа действий, ну здесь как таковой нету программы, здесь важно, как правило, нам, взрослым, донести до вас, подростков, о том, что происходит, какие последствия это в себе несет, ну потому что, ну какая тут программа? Никакой программы, мы должны вам рассказывать. Очень многие склоняются к тому, что если мы не будем разговаривать, если мы не будем в своей школе поднимать эту тему, то нас это обойдет, и нас это не коснется, то есть как бы взрывает голову в песок. На самом деле проблема это есть, и проблема всегда будет, и о ней нужно рассказывать, чтобы вы имели подробную информацию, чтобы вы имели уже стойкое убеждение о том, что этого делать не стоит, потому что можно себе сломать жизнь, и что это очень тяжкие последствия. Все вы, наверное, пользовались ли социальной сети, ведь, да, там, контакт, твиттер, одноклассники. Видели же, наверное, все картинки, где там лежит младенец, и подпись там, поможем Васечке всем миром, видели? Вот, как правило, родители вот таких вот детей, они вели не совсем правильный образ жизни, не совсем здоровый, и если, не дай Бог, родители в подростковом возрасте принимали наркотики, следовательно, очень большой риск того, что ребенок родится неполноценным. Хотя это никак не выразится, вот даже вот на моем примере у меня со мной вместе учился молодой человек, он просто курил трав, как это называется, в свое время, ну, вот уже в последних годах обучения, ну, иногда даже, я не скажу, что часто, и вроде все хорошо, и потом он бросил, женился, все вроде хорошо, и родился ребенок, и неполноценный, то есть у ребенка очень страшная болезнь, им нужны миллионы, они ездят постоянно за границу, естественно, идет постоянный сбор средств, сбора, их средств не хватает, это постоянные проблемы, и вот теперь они очень страдают из-за этого. Хотя вот вроде такое безобидное, вот курение наркотика в подростковом возрасте, сначала было все в порядке, а потом вот такая беда. Глебин Алексей, Бутовская Саш номер один, у меня вопрос такой, вот еду я в метро домой себе, и вижу рядом с кнопкой вызова машиниста, есть такая наклейка про спайс, вот, и, ну, там говорится о ответственности, кто будет принимать их, а есть еще помечание, что, якобы, если добровольно сдашь спайс, то будет какая-то ответственность снята с тебя, вот, ну, там, по какой-то статье, 265, ну, не помню, вот, а вот если сдать, допустим, другой какой-нибудь наркотик, там будет он проводить именно экспертизу, да? Да, ну, это идет смягчение уже наказания, но все равно, как бы, у человека был наркотик, то есть, следовательно, как-то он у него оказался, ну, тут уже все зависит от следствия, и какое суд назначит наказание, то есть, для чего он у него был, зачем, хранил ли он его, либо хотел распространять, то есть, наказание идет за употребление наркотиков, то есть, вот, даже если человек сам, вот, для своего, вот, собственного, вот, так сказать, здоровья, если он употребляет, то это все равно ответственность идет, это идет административная, если у человека незначительный вес. Административная ответственность подразумевает собой штраф от 4 до 5 тысяч рублей, административный арест до 15 суток и по возможности лечения, ну, то есть, это здесь уже на решение судьи, как они назначат, не назначат. А если у человека значительный размер наркотика, то это уже идет уголовное наказание вплоть до пожизненного. Как правило, вот, если школьники распространяют или попадаются, то, вот, если уже возраст позволяет, вот, у нас один мальчик в этом году в Домодедовском, правда, районе, слава богу, не здесь, комиссия по делам несовершеннолетних ему назначила штраф 4 тысячи рублей, но было доказано, что он, вот, употребил и незначительный вес был. Так что это, конечно, страшно. Я взяла Камила, учусь в 8 классе. Я за свою хоть и короткую жизнь видела кучу таких презентаций, и меня никогда не потеряло каким-то наркотиком. Можете ли мне ответить на вопрос, почему все-таки подростки принимают такие наркотики? Ну, вот, как правило, все так говорят, вот меня не потянет, но, как правило, мы все ходим куда-то отдыхать, развлекаться, и есть определенная компания. Очень плохо, если в этой компании находится вот такой вот один человек или несколько человек, которые начали уже употреблять, и которые считают, что это хорошо, и начинают они продвигать вот эту вот свою определенную веру среди вот этой вот вашей компании. Ну, и, следовательно, могут на слабо, могут, ну, что тебе неинтересно, ну, что ты боишься, ну, вот, как бы могут брать на какие-то вот такие вот вещи. Либо очень частый пример, почему происходит. Если у подростка какие-то проблемы, либо нельзя познакомиться, ну, как-то человек испытывает какой-то определенный страх при знакомстве, там, с девочкой, с мальчиком, там, не клеится, там, отношения как-то, в классе не очень его любят, там, потерял дорогой телефон, там, ну, вот какая-то вот психологическая проблема, и вот попадает он в какую-нибудь компанию, где люди употребляют наркотики, и его уговаривают, что вот-вот все решится, все будет хорошо, ты только попробуй, вот, происходит это так. Либо, когда дети, подростки, очень часто курят, с этого все и начинается. Подростка покурил, выпил где-нибудь за углом пива, ну, естественно, уже рассудок уже не такой чистый, и под этим делом уже распространители появляются и предлагают наркотики, либо кто-нибудь из компании, а давай еще и вот это вот попробуем. Ну, вот так и получается. Как правило, вот те люди, которые уже употребляли долгое время, они говорят, что они не хотели, но так получилось. Здравствуйте, я Плескова Валентина, ученица школы номер 5, и у меня такой вопрос. Много ли подростков именно в Видном употребляют наркотики, и зарегистрированы ли случаи распространения наркотиков в школах? Ну, естественно, распространение в школах – это вопрос не такой, как бы, явный. Естественно, подростки и школьники, они стараются шифроваться, это не все так просто. В Видном стоят дети на наркологическом учете. Естественно, распространение наркотиков есть везде, во всех районах, и, к сожалению, этому помешать мы не можем, потому что это все уходит в подполье, это не так видно. Но, слава Богу, в школах вот так вот явно не зафиксировано случаев, вот когда вот мы сотрудники наркоконтроля или сотрудники полиции, мы за руку еще никого не поймали. Слава Богу. Лойкова Алена, Видновская гимназия. Вот меня интересует такой вопрос. Вы в презентации было сказано, и Вы нам говорили, что ответственность ложится на самих детей, которые употребляют наркотики. Вот мне очень интересно, а касаемо родителей, они вообще как-то задействованы в этом будут или нет? Ну да, ну то есть здесь идет как бы от возраста. То есть сначала, если человек несовершеннолетний, ну вот мальчик, которого вот мы передали его данные в комиссию по делам несовершеннолетних, потому что мы не имеем права напрямую работать с несовершеннолетними, ему уже было практически 18 лет. А если меньше, то, естественно, это отвечают родители. Родители вызывают на заседание по комиссии по делам несовершеннолетним, и там уже проводится работа. Ну все зависит от того, какой будет разговор с родителем, к чему придут. Возможно, и... Ну в первую очередь будут работать с родителями, потому что родители ведут, естественно, очень большой контроль ребенка. Здравствуйте, меня зовут Селина Иван, школа номер 6. Если человека ставят на учет из школы, то когда этот учет могут снять? Или вообще не снимаются? Учет... На учет на наркотики. Как правило, на учете стоят примерно 5 лет. Но это информация, которая держится в наркологии, естественно, на всю жизнь. То есть, если подростка поставили на учет, следовательно, это влечет на себя определенные проблемы. Вы все захотите учиться в престижных учебных заведениях, чтобы иметь достойное образование. Если человек стоит на наркологическом учете, для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение, нужна будет справка из наркологии. Наркология дает справку о том, что человек стоит на учете. Следовательно, в высших учебных заведениях очень большой конкурс. И когда вы предоставляете справку о том, что вы стоите на учете, следовательно, в месте, в учебное заведение будет отказано. Потому что, как правило, такие люди, которые замешаны каким-то образом с наркотиками, они никому не нужны. И с ними стараются не сталкиваться. Также, когда человек стоит на учете, ему предстоит получить водительские права. Как правило, у многих очень водительские права. Все водят машины. Следовательно, опять же, запрос в наркологию. Наркология дает ответ, что человек стоит на учете. Права ему тоже не выдадут. Поэтому это... Ну, в принципе, это на всю жизнь. Это такое, как бы, клеймо. Потому что это не очень хорошо. И стараются таких людей, как бы, меньше брать и на работу, и в учебные заведения. Потому что бытует такое мнение, что наркотик умеет ждать. Если человек с этим сталкивался однажды, то есть такой вариант, что он однажды снова к этому вернется. Меня интересует вопрос. Давно ли началось это массовое употребление спайса в видном Московской области? Ой, спайс сравнительно не так давно у нас появился. Это в течение последних несколько лет. Но вот довольно-таки активно его стали распространять. Это в течение буквально последнего года. Потому что все стараются сбить цену, чтобы продать, чтобы поиметь свою определенную выгоду. А как вы думаете, какую выгоду преследуют люди, которые распространяют наркотики? Такой появился вопрос. А вот вы говорите, вот, человеку жизнь сломают эти наркотики. А если, допустим, человек не употребляет тяжелых наркотиков, ну вот, вы приводили пример с человеком, употребляющим травку. И человек, ну его друг, не хочет как бы в наркологичку его класть, и как бы, ну, узнает, что это ему сломает жизнь в последующем. А как на него повлиять? Это очень трудно. Существуют реабилитационные центры. Как правило, если человек уже потребляет наркотики, то сам выйти он из этого очень редко может. Это случай практически один из тысячи, когда вот человек может с этим справиться сам. Существуют специальные реабилитационные центры, где нет никакого наркологического учета, они не государственные, в которых есть свои собственные программы, и которые выводят людей от наркологической зависимости. Есть зависимость физическая, есть психическая. Физическую зависимость можно снять за несколько месяцев. Но психологическая зависимость держится годами. И нужно вот как-то постараться убедить человека, ну, как правило, они не хотят. Нужно сделать так, чтобы он захотел обратиться вот этот вот реабилитационный центр, где ему смогут помочь, где его вылечат. И процесс, конечно, очень долгий, потому что наш мозг все запоминает, и от этой зависимости избавиться очень и очень трудно. Вот есть люди с хроническими заболеваниями, им помогает какой-то определенный вид лекарств, и сейчас ходят слухи то, что в некоторых лекарствах у них есть наркотические вещества, и можно ли получить этому человеку привыкание вот к наркотическим веществам из именно каких-то лекарств? Нет. То, что назначено медициной, то есть то, что отпускается по рецепту и в строгом соответствии с лечением, здесь уже все контролируется, от этого нет привыкания. То есть то, что в медицинских целях, это возможно. А если люди употребляют в немедицинских целях, то от этого уже, это процесс бесконтрольный, и от этого идет зависимость. Светикова Дарья, Винновская гимназия. И мне вот интересно, зависит ли употребление наркотиков от воспитания ребенка или принадлежности его благополучной или неблагополучной семье? Нет, не зависит. Как правило, разные люди принимают наркотики. Что из малообеспеченных семей, что из неполных семей, что и из очень хороших семей. Так что от этого ничего не зависит. Можно иметь любое воспитание и любой достаток, но вот суметь привыкнуть к этому злу. Здравствуйте, Бубнов Сергей. У меня вопрос. Вопрос. А куда вы деваете наркотики, которые изъяли у... Вот всегда. Это вот вопрос, который задается всегда. Каждый раз. Не знаю, почему он так волнует всех. Когда наркотик изымается, то есть создается определенная комиссия, которая фиксирует, фиксирует, сколько было наркотика, он запечатывается. Все члены комиссии ставят свои подписи. И это доставляется сначала в лабораторию, где идет анализ, что это за наркотик, взвешивают его, ну, для того, чтобы для уголовного дела, для дальнейшего расследования иметь эти данные. После того, как наркотик уже определен, он опять снова запечатывается, и отправляется в специальное учреждение, где он сжигается. То есть он уничтожается. За этим тоже, естественно, следят, потому что те люди, которые работают в данном учреждении, они тоже имеют уголовную ответственность, если вдруг что-то пойдет не так, если наркотика будет немного меньше, чем предполагалось. Поэтому все в строгом контроле уничтожается. Если, допустим, подростку подбросили наркотик, и его задержали с этим на улице, будет ли проводиться экспертиза, и будут ли устанавливать, был он под действием наркотических веществ, и вообще его ли это? Спасибо. Ну, конечно, будет следствие, и следствие добьется самой истины, и если человеку просто подкинули наркотик, и пытались его оклеветать, то правда восторжествует, ну, и, естественно, виновные понесут свое наказание. Если этот человек на самом деле не знал ничего о наркотике, и его просто оклеветали, то, естественно, ему за это ничего не будет. А все равно таки следствие установит, кто ему подкинул, зачем подкинул, ну, и впоследствии уже суд решит. Здравствуйте, меня зовут Моисеева Анастасия, я из Видновской школы номер 5, скажите, пожалуйста, кого легче вылечить от наркомании, взрослого или подростка? Тяжелее, конечно, подростка, потому что, как правило, подросток еще набирает только жизненную силу, еще только формируется вот и психику свою, и старается работать над своим здоровьем, и организм еще растущий, поэтому, когда какое-то воздействие яда, а наркотик – это яд, на организм, естественно, это очень страшно, и очень страшные последствия в будущем, поэтому детей, подростков очень сложно. Даже вот если ребенок, подросток употребляет некоторое время наркотики и не обращается за помощью, родители не бьют тревогу, то, естественно, это все кончается смертью. Это очень страшно, это не шутки, и если не помочь человеку, то ребенок умрет раньше, чем умрет здоровый человек. Поэтому с детьми все намного-намного сложнее. Поэтому мы стараемся проводить профилактику вот среди учебных заведений, чтобы донести до вас ту важную информацию, что ничего хорошего не будет, никакого кайфа не будет, и проблемы не решаться, а все наоборот, только ухудшится. Здравствуйте, я ученица школы номер 5, меня зовут Аня, у меня такой вопрос. А сколько стоит лечение в реабилитационном центре от наркомании, или оно бесплатное? Ну, разные реабилитационные центры, и разная бывает помощь, бывают, конечно, и бесплатные случаи. Мы сейчас стараемся, вот, если нам попадает человек, стараемся его направить на бесплатное лечение, но, к сожалению, не всегда получается бесплатно, ну, а платно здесь трудно сказать, бывает там от, от и до, там, от 10 тысяч, ну, и выше, там, все зависит от реабилитационного центра. А в чем состоит именно конкретно ваша работа? Чем вы занимаетесь? Считаете ли вы эту работу самой из трудных? И, если честно, мое мнение, что ваша работа достаточно трудная, и, я назову ее, наверное, одной из самых тяжелых. Чем вы занимаетесь? Я обычный оперуполномоченный, который занимается всем тем, чем занимаются обычные люди, и вплоть от, ну, конечно, конкретно я не задерживаю людей, я участвую и в досмотре, ну, и в различных разработках, в мероприятиях, в массовом достуге молодежи. Прежде всего, у меня специализация, это как профилактика, поэтому я стараюсь работать больше с подростками. Ну, конечно, получается работать и со взрослыми, и задержания, участвовать, ну, как бы, я непосредственно преступников не ловлю, но я участвую в задержаниях, в досмотрах, в расследованиях, и в суд хожу, чтобы осудить людей, которые употребляют наркотики, ну, и выступаю в качестве свидетеля, когда при задержании, вот, выходит, что мы свидетели всего этого преступления. Здравствуйте, меня зовут Никишина Анна, я из школы номер 6, я бы хотела спросить, а есть ли какой-то процент излечения от этой самой наркомании в этих самых реабилитационных центрах, или наркомания останется на всю жизнь? Спасибо. Вот в том-то и дело. Я верю, что мы победим, очень победим, излечаются, процент вылечившихся от наркомании очень мало, потому что, ну, это если с учетом того, что они снова не вернулись, потому что, как правило, если человек сам не хочет, если у него нет четкого понимания того, что он больше этим не будет заниматься, то он проходит лечение и возвращается снова в ту же самую среду и к тем же самым наркотикам, и ничего не происходит. Он там побыл, допустим, полгода или год в реабилитационном центре, вышел, и если он не хотел лечиться, то он опять снова принимает. Поэтому это очень сложно, потому что это большая психологическая зависимость, это вот бесконтрольно, человек сам с этим трудно справляется, это нужно куда-то уезжать в другое место, чтобы он не видел, если он не хочет, если это без его воли, поэтому трудно это все. Здравствуйте, меня зовут Глеб Морозов, я ученик пятой школы в городе Видное. У меня вот вопрос, часто бывает, что полиция крышует точки сбыта? Что делать в этой ситуации? Нет, не крышует вообще. бывает такое. Это только в кино? Нет, может быть. Здравствуйте, я бы хотела узнать ваши отношения вот по такому методу лечения. Ну, мы знаем, что лечение все-таки в реабилитационных центрах по наркомании стоит достаточно дорого, не всем оно по карману, но вот несколько лет назад прошла серия репортажей о том, как, я боюсь, вот где, по-моему, в Новосибирске, там где-то в Челябинске, большая проблема наркомании, и там был один человек, который не за деньги, а собирал вот таких вот наркоманов, ему родители сами привозили, он увозил их куда-то там в глухую деревушку, и в результате первые несколько дней, когда у наркомана начиналась ломка, они привязывали их, ну, там, деревянные палати, кровати, да, и кормили их только там вода, чеснок и хлеб. После этого они еще какое-то время находились на реабилитационных работах, то есть, ну, работали в деревне, и потом возвращались, и, в принципе, ну, как-то решали эту проблему. Мне бы вот хотелось узнать ваше отношение к таким методам лечения наркомании. Может быть, это действительно стоит где-то, но потом, кстати говоря, его осудили, но многие родители встали на его защиту, так как увидели в нем, ну, так скажем, спасители своих детей. Спасибо. Трудный вопрос. Прямо так скажем. У нас даже есть здесь такие реабилитационные центры, в которых лечат бесплатно, плату за это не берут, но это даже не знаю, правильно это или неправильно такое вот лечение, но это даже, как правило, не лечение, а просто, чтобы человек выдержал. В реабилитационных центрах работают специальные люди, которые получили образование, которые и психологи, и медработники, которые стараются вывести человека по определенному пути, то есть правильно. А вот мне кажется, вот такие вот центры, ну, это лично вот мое мнение, ну, не знаю. Мне кажется, они все-таки психологически не избавляют вот от этой зависимости и потом велик риск того, что человек снова вернется к употреблению наркотиков, потому что все-таки если он там побыл где-нибудь в лесу и поработал, ну, не знаю, ну, не снял, мне кажется, он все равно психологическую зависимость, вернулся он потом и снова начал это употреблять. А когда вот с человеком работают и психологи, и медицинские работники, то здесь уже, мне кажется, процент более велик излечения, потому что уже идет все грамотно, все по всем фронтам. А как можно защитить себя от наркотиков и от компании, чтобы не стать наркоманом? Нужно иметь четкое представление о том, что вам это не нужно, нужно уметь отказываться, не бояться выразить свою позицию, ну и не общаться с такими людьми, потому что все равно рано или поздно, если общаешься с такими людьми, они начинают предлагать и тебе, и потом будут и смеяться, ну следовательно, просто оградить себя от этого и четко говорить нет. Если вдруг вам стало известно, вот либо кто-то распространяет, либо кто-то предлагает, либо где-то вы видели, что где употребляют наркотики, сказать родителям обратиться либо в полицию, либо в наркоконтроль, либо сказать хотя бы учителю. Следовательно, уже эту информацию передадут нам, эти телефоны мы закрашиваем, закрашиваем, замазываем, и то есть, ну естественно, мы работаем по обращениям граждан, которые это оперативно заметили, потому что как бы, ну естественно, мы ходим там по определенным маршрутам, быть может там в другом месте мы не видим и не знаем, поэтому просьба вот рассказывать о таких вот случаях, потому что мы должны оперативно реагировать и все это естественно убирать, потому что это реклама. Ну как правило, эти телефоны очень быстро не работают, потому что это же таким образом можно отследить наркоторговца, поэтому если вам вдруг стало известно, обращайтесь, обязательно говорите, чтобы мы могли не дать наркоторговцу поиметь свою выгоду и посадить подростков на наркотики, не дай бог. Добрый день, меня зовут Никитин Михаил, я ученик седьмой школы и у меня такой вопрос, бывали случаи, чтобы ваши коллеги по работе либо употребляли или распространяли наркотики? Слава богу, нет. в моем случае такого естественно не было, потому что те люди, которые поступают к нам на службу, их данные проверяются со всех сторон, и это те люди, как правило, потому что работа очень тяжелая, практически дома не бываешь, это здесь должно идти что-то, я не знаю, практически от сердца, поэтому такие люди не могут распространять и предлагать. А вот сейчас был вопрос насчет номера телефонов, а что если им позвонить? Звоним, не работай. А если, допустим, сработал? Ну, успели, допустим, сим-карту не выбросили? Ну, естественно, тогда получается, что мы накрываем, ну, как правило, не звоним. Здесь идет определенная оперативная разработка, всех секретов я не могу выдать, естественно, нет смысла звонить на такой номер телефона, там определенные производятся действия, и человека находят в процессе, вот, когда вот он делает либо закладку, либо подбирает, ну, в общем, как правило, вот, и из таких телефонов мы получаем, вот, тех людей, которые распространяют наркотики. Ребята, все? Мне бы хотелось сказать пару последних слов. Самое главное, чтобы вы занимались саморазвитием, самообучением, спортом, чтобы вы вели здоровый образ жизни, чтобы вы думали о своем будущем и никогда не делали ошибки, такой, как употребление и распространение наркотиков. Никогда не попадайтесь, пожалуйста, нам и ведите хороший, нормальный подростковый образ жизни, где будет присутствовать и спорт, и обучение, и саморазвитие. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова